МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня у нас возник целый бизнес по возврату НДС. Не поймешь, откуда, что идет, сказал Назарбаев. По его словам, в Казахстане существенно упростятся механизмы сбора налогов. Если сделать налог с продаж вместо НДС, то мы выиграем, сообщил глава государства. В Казахстане больше не будет проводиться легализация имущества. Глава государства дал поручение министру финансов Республики Казахстан Бахыту Султанову внести поправки в закон об амнистии граждан Республики Казахстан и сократить срок легализации имущества с 5 до 3 лет. Президент также призвал граждан, имеющих нелегализованное имущество, воспользоваться возможностью его узаконить и заверил, что никаких преследований со стороны государства не будет. Я несколько раз уже говорил и сейчас хочу сказать. Или не поняли люди, или мы плохо составили этот закон, или думают, что это игрушки. Мы стоим накануне всеобщей декларации доходов и расходов. Это путь к тому, чтобы страшно большие богачи и очень бедных людей не было. Уравнивать будем этим самым. И всем придется отчитываться, за что купил, за что продал и где взял деньги. Вот перед этим мы хотим всех очистить. Объявили легализацию. Кто за бугром прячет деньги, вы же понятны, да? Никакого секрета там нету за бугром. Все списки публикуются, все деньги, кто прячет, пропадет. Казахстан экспортирует в текущем маркетинговом году 6,5 миллион тонн зерна. Воловой сбор зерновых в Казахстане в 2014 году был снижен урожая 2013-го. Примерно в месяц мы грузим на экспорт вместе с мукой 500 тысяч тонн. Остались май и июнь. Миллион еще уйдет и ожидаем 6,5 миллионов на уровне среднемноголетних, как сказал министр сельского хозяйства Аслжан Мамудбеков. Налог на арендное жилье по госпрограмме в Казахстане снизится в 6 раз с 1 января 2016 года. В текущем году планируется сдача 4,6 тысяч квартир в 11 городах Казахстана. Соответствующие поправки уже внесены в налоговый кодекс. Они вступят в действие с 1 января следующего года. Для тех, кто получил и проживает в арендном жилье с выкупом, будут снижены ставки налога на имущество с 1,5 до 0,25%. Экспогородок переформирует финансовый центр. Возможно, мы там и разместим национальный банк. Самостоятельное законодательство этого центра должно составляться и применяться на английском языке, отметил президент. Глава государства также подчеркнул, что в этом вопросе необходимо использовать опыт Дубая. Мы много говорим, но еще не удалось повысить статус Казахстана как регионального лидера в финансовой сфере. Сейчас возникают новые возможности для этого. Предлагается создать новый финансовый центр именно в Астане, резюмировал Назарбаев. Экспо-2017 – очень хороший момент для того, чтобы показать всем, кто сюда будет приезжать, нашу культуру, казахскую культуру и казахстанскую культуру. Прекрасные возможности. Ни одна из стран, входящих в ЕАЭС, не готова отказаться от проведения собственной денежно-кредитной политики. На территории Содружества сейчас нет достаточных товарных потоков, потоков услуг, капитала и инвестиций. Анализ внешней торговли государства и ЕАЭС, структуры их экспорта и импорта, свидетельствует о сохранении пока сырьевой направленности экономического развития стран Союза. Для внедрения единой валюты необходимо проделать большой путь в сфере валютной координации и углубления сотрудничества в финансовом секторе. Россия увеличила экспорт газа. В апреле впервые с начала года зафиксирован рост объемов ежемесячных поставок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки российского газа в дальние зарубежья января-апреля снизились на 13,6%, до 48 миллиардов 100 миллионов кубометров. Украина с мая удвоила покупку российского газа и сократила импорт газа со стороны Словакии на 43%. Польша и Венгрия уже прекратили поставки газа на Украину. Сотня белорусских предприятий набрала кредиты на 10 миллионов долларов, а рассчитаться могут не все. Задача перед правительством и Нацбанком была в том, чтобы отобрать сотню крупнейших заемщиков, представляющих значимые отрасли экономики, имеющие преимущественно кредиты в иностранной валюте, чтобы понять, способны ли они своевременно гасить задолженность. В итоге в списке оказалось 106 предприятий. На них приходится 10 миллиардов долларов задолженностей в эквиваленте или 60% всей задолженности в иностранной валюте, которую имеют предприятия перед банковской системой. 20% вертолетного рынка Латинской Америки – это продукция из России. При этом в части гражданских вертолетов Россия пока занимает только 2%. Пока это только две машины, но в будущем их количество будет расти. Кроме того, Россия продвигает многоцелевые вертолеты К-226Т и «Ансант», а также универсальную платформу двойного назначения К-62. Аргентина успешно эксплуатирует несколько вертолетов Ми-171Е. Эксперты прогнозируют снижение российского табачного рынка в 2015 году. Главная причина ускорения темпов падения легального табачного рынка в России – ухудшение экономической ситуации и снижение ценовой доступности сигарет из-за четырехкратного роста ставки акциза за последние пять лет. Кроме того, в 2015 году по расчетам экспертов ценовая доступность табачных изделий достигнет уровня, превышение которого может стать толчком к ускорению роста нелегального рынка. В мире 12% потребляемых сигарет – это 570 миллиардов штук нелегального происхождения. В России доля нелегального рынка пока относительно невелика, но страна занимает второе место по темпам его прироста. Иран готовит для инвесторов проекты на 5,2 миллиарда долларов. Среди предлагаемых проектов будут столелитейный завод стоимостью в 975 миллионов долларов, электростанция мощностью в 1000 мегаватт и алюминиевое предприятие. Ранее появилась информация о том, что британские инвесторы активно готовятся к снятию санкций с Исламской Республики и намерены активно инвестировать в ее экономику. При всех этих условиях стоимость ценных бумаг, котирующихся на фондовые биржи Тегерана, крайне низка, что говорит о серьезном потенциале их роста. Именно на этом и стремятся заработать инвесторы, которые так не дождались в апреле заключения договоренности между Ираном и шестеркой стран. Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП США в 2015 году. Об этом говорится в опубликованном сегодня весеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии. В следующем году рост экономики США составит 3%. Результаты для экономики США остаются сильными, несмотря на то, что с зимы этого года они несколько ослаблены усилением доллара. Тем временем в США зафиксирован рост продаж трех ведущих немецких автопроизводителей. Ведущие немецкие производители Audi, BMW и Daimler увеличили объемы продаж на американском рынке в апреле текущего года. Значительно вырос спрос США на машины марки Mercedes-Benz. Главный конкурент Daimler, компания BMW, также улучшила свои апрельские показатели. Число реализованных в Америке автомобилей, включая марку Mini, превысило 32 тысячи штук. Лишь крупнейший в Европе автомобильный концерт Volkswagen поднес потери. Число проданных за океаном машин марки Volkswagen сократилось на 2,7%, приблизительно до 30 тысяч. В Грузии стремительно дешевеет национальная валюта. За последние месяцы лари подешевел на 40%. Власти уже разработали план выхода из кризиса. Сегодня 1 доллар стоит 2 лари 30 тетри. Эксперты говорят, что это самый худший показатель в регионе. Большинство товаров в Грузии импортные, поэтому падение курса лари уже сказалось на их стоимости. Население практически перестало покупать дорогостоящую бытовую технику и компьютеры. Меньше продают и продуктов. В Грузии не раз требовали отставки министров экономики и финансов. Уже в конце этой недели парламент будет утверждать новый состав правительства. Но об уходе экономической команды пока речь не идет. Скорее всего, они останутся на своих местах. Редактор субтитров А.Семкин